Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович и сегодня вместе с нами политехнолог Сергей Гайдай. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Сергей, на фоне якобы грядущего визита Си Цзиньпиня в Москву, его переговоров с Путиным и возможных контактов Си и Зеленского друг с другом, кстати, первых контактов с начала полномасштабной российско-украинской войны, выходит пресс-секретарь Путина Песков и говорит о том, что Россия может достичь целей в Украине исключительно военным путем. О чем может, на ваш взгляд, свидетельствовать вот это заявление Пескова и какие могут быть приняты решения по результатам визита Си в Москву и также по результатам переговоров Си с Зеленским? Вадим, ну, во-первых, трудно чувствовать себя экспертом как в военной области, так и в области геополитики, но то, что мне понятно, это то, что Китай, наконец, включился в большую мировую игру, которая разворачивается на его глазах, потому что война, которую год назад начал Путин, очень сильно меняет расклад сил во всем мире. И на данный момент Китаю ясно, что США получила стратегическую возможность этот расклад, скажем так, перераспределить в свою пользу. И ключевым моментом этого расклада и разменной монеты является даже не Украина, Россия. То есть четкое понимание, Путин сумел открыть, невольно не сумел, Путин умудрился открыть свои карты и показать, что на самом деле за этой бывшей супердержавой огромной империи сегодня не столько сил, как, в общем-то, всегда презентовалось в течение последних 30 лет. И оказывается, главная ставка, на которую делал Путин все эти годы, это ставка на силу, на армию, где он впервые там попробовал свои силы, во-первых, в оккупации Грузии. Еще до Путина ситуация была сложная с Приднестровьем, и все его угрозы оказались не более чем угрозами, потому что, в общем-то, такой сильной, мощной армии, способной воевать на уровне армии НАТО, а на уровне армии мира у России сегодня нет. И это постепенно привело США и коллективный Запад к мнению, что, наверное, надо ликвидировать Путина. Потому что сил нету, а угроза, которая остается за Россией, и деструктивные, скажем так, тенденции в мировой политике, Путин задал. А это не устраивает Китай. Он хотел бы в этом раскладе получить свое. И у Китая есть свои запросы. Ну, во-первых, Китай, к сожалению, к огромному сожалению, свернул недавно с цивилизованным пути. И китайский лидер Син Цзиньпинь, скажем так, на сегодняшний день практически успешно и в таком авральном порядке хоронит все реформы, которые когда-то Китай привели к мировому лидерству. Реформы Дэн Сиопина. Во-первых, самое важное. Отменена ротация власти. Он этот принцип нарушил, оставшись у руля еще на долгий, почти пожизненный срок. Во-вторых, активно окружение Син Цзиньпина представляется из таких, знаете, консервативных, промоистских личностей, личностей, которые, в общем-то, склонны к тому, что, а, население твоей страны – это расходный материал, никакой демократии, исключительно политика жесткого диктата и отставивания интереса и ставка на силу. Это очень роднит их с путинским режимом. Понятно, что какой-то конкретной заинтересованности в победе и в сохранении сильной России у них нет. Да, не понимает, что на данный момент сильной России нет. Но, видя, как США сегодня активно занимает снова лидирующую позицию в мире, и в случае, если США поможет Украине победить Путина, то это сильно повысит, скажем так, статус Соединенных Штатов Америки, как он часто бывал в истории. Мировой жандарм можно называть или мировой лидер, задающий основные, скажем, подходы. Более того, на Восточной Европе возникнет новый лидер – это Украина. А роль России, она как бы исчезнет. И в этом перераспределении новых ролей Китай заявил, что он тоже хочет присутствовать. И в данный момент он прибегает к шантажу. Тут заявляют примерно следующее, что если не будут в новом мироустройстве, которое неизбежно после этой войны вынуждено будет возникать, учтены его интересы, а это прежде всего, к сожалению, интересы территориальные. Что нормальная страна давно должна отказаться от территориальных завоеваний. Сегодня лидерство определяется не количеством территорий, уровнем жизни населения, состоянием экономики и технологической прогрессивной оснащенностью страны. Все это Китай давно уже мог бы иметь и имеет. Вот только, скажем так, устремление его руководства туда-назад в Средневековье, оно, конечно же, представляет такую мировую угрозу. И устремление эти, прежде всего, Тайвань, желание вернуть этот остров к себе. И я вам скажу, это Дальний Восток России. Предположительно, что если Россия потерпит крах и будет распад этой страны, то на Дальневосточные территории претендует именно Китай. А метод шантажа простой, что если вы с этим не согласитесь и будете этому препятствовать, то я не позволю Путину проиграть. А не позволю Путину проиграть, очень просто. Сегодня Путину для ведения эффективных боевых действий не хватает только одного. Вооружений, снарядов для артиллерии, бронетехники. Все это у Китая есть в достаточных количествах. А живая сила, ну, известно. Расходный материал страны Российская Федерация, мобилизованные, простое население, за этим они никогда, скажем так, за этой ценой они никогда... Нам нужна победа, за ценой мы не постоим. А эта цена, это людские жизни населения России. Ну, я уже не говорю о том, что война дорого стоит Украине, потому что гибнут прежде всего наши лучшие граждане, которые взяли в руки оружие, пошли на фронт защищать нашу страну. Вот такая, вот такую игру сегодня ведет Китай. Вопрос в другом. В позиции США, насколько он на это согласится? Потому что рычаг на Китай у США тоже есть. Если США в ответ на этот шантаж включит, не сдаст, во-первых, абсолютно Тайвань, потому что, в общем-то, Тайвань хоть и не признан большинство стран в мире, но у США есть долг перед Тайванем. Именно по инициативу правительства США в свое время Тайвань лишили места в ООН и в Совете Безопасности ООН, лишили статуса страны-основателя ООН и передали эти полномочия коммунистическому Китаю, чтобы наладить с ним союзные отношения. Сегодня за эту ошибку мир может очень дорого расплачиваться, потому что Китай на сегодняшний день угроза для мира не меньше, чем Россия. А то и больше, потому что его потенциал и военно-экономический в сотни раз превышает российский потенциал и путинский. Вот сейчас мы живем в таком непростом мире, и история эта творится прямо сегодня в Украине. Мы являемся страной, где рождается новое мироустройство. И у Соединенных Штатов есть экономический рычаг, потому что экономика США зависит от стран, цивилизованных стран мира. Если США включит санкции эмбарго, репарации, санкции эмбарго свои, то экономика Китая, скажем так, будет терпеть довольно серьезные проблемы. Будем смотреть, как будут развиваться события, и от них, конечно же, очень сильно зависит от того, чем и как, каким образом эта война закончится у нас в стране. Вы в начале разговора сказали о том, что российский президент Путин, он невольно раскрыл, возможно, все свои карты. По поводу карт хотел с вами также поговорить, потому что в начале марта месяца Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новые правила по топонимике карт, и согласно ведомственному циркуляру на официальных топонимических картах будут использоваться китайские названия для российских городов и территорий. Отныне на китайских картах Владивосток снова называется Хайшинвай, в переводе залив морского гурца, остров Сахалин, Коэдау, горная цепь в южной части Дальнего Востока России, Становый хребет будет обозначен как Вайсинаньлин и так далее и тому подобное. Интересно то, что никакой официальной реакции со стороны России на это не последовало, и это накануне возможного визита СИГ в Москву. Ну, объяснение простое. Во-первых, этот факт, я его знаю, и оно подтверждает то, что я им сказал. Это сигнал мира, что Китай претендует на эти области, и по-прежнему является империя территориальная, то есть которая расширяет свои ресурсы за счет чужих территорий или прилегающих территорий. А то, что Москва на это не реагирует, понятно, она сегодня понимает хорошо, что единственный способ, не то, что даже победить в этой войне, а не проиграть в этой войне, у них это ставка на возможность Китая их обеспечить, обеспечить материально-технически. Других стран, способных на это, не Иран, не уж тем более Беларусь вместе с Северной Кореей, таких союзников больше нету. Поэтому Россия сделает все. В этой ситуации каким-то образом, скажем так, возмущаться и заявлять о угрозе страны Китая сегодня Москва не может. Более того, скорее всего, дойдет до того, что она готова будет расплатиться этими территориями, причем расплатиться готов будет Путин, потому что на кону будет стоять не конкретная судьба Российской Федерации, на кону будет стоять, собственно, его жизнь. Поэтому он будет идти на любые, скажем так, шаги, лишь бы в этой войне не проиграть. И вот у нас развлечения культа Путина, о том, что он является тем Владимиром, который собирает земли русские. Знаете, когда в твоих руках пропагандистская машина, ты можешь менять свою риторику с минуса на плюс, слева направо и, скажем так, втюхивать своему населению что угодно. И поверьте, даже потеря территории может быть показана как прогрессивный шаг и большая победа Путина. Мы это уже видели на примере Херсона и Херсонской области. Вот вы сказали о том, что Китай сейчас вот он ввязывается в эту настоящую игру по-настоящему. Скажите, пожалуйста, вот на 13-м месяце войны это происходит в полномасштабном ее формате. А почему именно сейчас? То есть Китай выжидал, смотрел, присматривался и сейчас вот удобный момент для того, чтобы реализовать все свои геополитические цели и амбиции? Вадим, этот вопрос, почему именно сейчас, он зачастую очень тяжел к ответу, но ответ всегда примерно одинаковый на подобные вещи. Именно сейчас создались и стали понятны и ясны все процессы, которые эта война породила. В начальном периоде войны Китай наблюдал и был уверен, что Украина будет, скажем так, стерта с политической карты Восточной Европы и окажется под, скажем так, под пятой российских оккупантов. Позже ситуация была непонятна. А мне кажется, почему именно сейчас? Решающий фактор, что именно сейчас стало окончательно понятно, на что и каким образом сделал ставку коллективный Запад и прежде всего Соединенные Штаты Америки. На победу Украины. А это означает, что победа Украины с высокой вероятностью повлечет за собой серьезный кризис внутри Российской Федерации, которая, в общем-то, дает Китаю возможности претендовать на те земли, которые претендуют. Я не очень большой знаток истории в взаимоотношении Российской империи и Китая, но то, что я слышал от историков, что все... Китай долгое время после того, как он был в Великой империи во времена монгольских завоеваний, был страной, в которой на государственном уровне жило такое явление, которое в Википедии называется ресентимент. На самом деле и Москва, и Кремль сегодня это ресентиментное государство. К сожалению, очень часто я наблюдаю ресентименты среди некоторых наших социальных групп. Ресентимент означает, что ты всяческие свои беды, неудачи и ошибки относишь ни к себе, ни к своим неэффективным действиям, а приписываешь какой-то посторонней силе, которую объявляешь в этом виноватой и все время находишься в ситуации желания компенсировать за счет, скажем так, наказав назначенных виноватых. Это вот такое ресентиментное состояние. Китай долгое время находился в ситуации ресентимента. Еще в 70-х годах это одна из самых крупных стран мира с невероятными ресурсами. Казалось бы, победившая японского агрессора, принимавшая участие и оказавшаяся в стане победителей Второй мировой войны, была невероятно бедной, долгое время вообще не была членом ООН, до 70-х годов. Это страна, которая голодала, страна с очень неразвитой экономикой. Все это наследие маинской политики, мау. И за последние 40 лет благодаря реформам День Сиомпина она рванула вверх. Неожиданно приобрела невероятную мощь и военную, и технологическую, и экономическую, став практически второй экономикой в мире. Это о многом говорит. И оставшись, наверное, в горизонте супердержав один на один вместе с Соединенными Штатами Америки, который видит конкурентом, но тем не менее сильно зависит от экономики. И я считаю, что это колоссальная ошибка мирового цивилизованного сообщества подобные страны накачивать деньгами и технологиями. Эта ошибка была в отношении России последние 30 лет и в отношении, конечно, Китая, потому что временем они становятся агрессорами. Они начинают миру диктовать свои условия, по которым надо жить. И представляют серьезную угрозу для цивилизации. Вот сегодня мы наблюдаем это с Китаем. Поэтому и Китай проявил себя. Он понимает, что если рухнет Россия, мир начнет меняться. И в этом мире Китай хочет получить то, на что он давно претендует. А у него давние отношения с Российской империей. Долгое время Российская империя, по мнению Китая, отвоевывала и забирала территории, которые они считали своими. И вот те названия, которые мы назвали, китайцы давно считали. Там есть два договора исторических, если я не ошибаюсь, они вообще относятся к 19 веку, по которым эти территории принадлежат Китаю, не так, отошли России от Китая. И, соответственно, это два последних договора, которые они считают позорными, которые надо изменить. Потому что остальные договоры, по которым Китай терял свои территории различные, они давно отменены, и Китай эти территории вернул назад. Мы видим их агрессивную политику в отношении Тибета, Гонконг, они вернули из-под английского дектора. У них остаются северные территории, которые сегодня находятся в Российской Федерации, и Тайвань, которые в свое время под, скажем так, защитой США, где осталось то правительство, китайское, которое туда эмигрировало еще в 40-х годах. Сергей, многие в Украине, конечно же, опасаются, что Пекин примет решение помогать Российской Федерации в военных вопросах, начнет снабжать техникой и прочим вооружением, и недавнее заявление одного из высокопоставленных чиновников Китая действительно насторожило. Он сказал о том, что если же Соединенные Штаты Америки помогают военным путем Тайваню, то почему мы не можем помогать России? Можно ли здесь усмотреть логику, что Пекин действительно будет чем-то помогать России с целью, чтобы Россия продолжала участвовать в этой развязанной Кремлем войне и дальше слабло экономически, политически? Ну, ровно это Китай сегодня, мы об этом я вначале говорил, ровно это и заявляет. Вопрос другой. Хватит ли политической воли и усилий Соединенных Штатов Америки, чтобы показать, что этот путь для Китая губителен? И у нас единственная надежда, потому что это действительно очень сильно осложнит войну, которая сегодня идет на нашей территории и, скажем так, и сделает победу, которая нам так необходимо повысит цену этой победы, чего бы не хотелось. У нас единственная надежда на объединенные усилия Запада и на конкретные усилия американского государства, Соединенных Штатов Америки. Другого ничего нет. Вряд ли сегодня даже ставший достаточно влиятельным мировым политиком Зеленский сможет это достичь путем прямых переговоров с китайским руководством. Более того, Китай не очень сегодня верит в субъектность Украины. Он хочет разговаривать, как он считает, с теми, кто стоит за Зеленский. А это прежде всего с Белым домом. Хотя на самом деле в любой войне все-таки основные события, основные решения происходят на поле боя. Те, кто является союзниками или скажем так, те, кто могут казаться большими игроками, зачастую могут очень сильно менять ситуацию в связи с тем, что одна конкретная маленькая страна решила не сдаваться. Я сейчас говорю о таких исторических примерах, как Финляндия, которая неожиданно оказала невероятный отпор Сталину. Это прежде всего Израиль, который уже много раз хоронили большие державы, готовы были сдать. Тем не менее, сегодня это один из мощных игроков Ближнего Востока и региона, и мировой политики. Вот. Поэтому Украине надо прежде всего безусловно работать над тем, чтобы за нами сохраняла серьезная поддержка Запада, но и самим предпринимать наши основные усилия это прежде всего победа на фронте, эффективные боевые действия, которые во многом будут решать, что будет происходить в этой большой игре, которая затевает мировые сверхдержавы. С точки зрения дипломатии и международных отношений, на ваш взгляд, имеет ли значение, что Си сначала будет говорить с Путиным, а потом уже виртуально пообщается с Зеленским? Нет, никакого значения это не имеет, все будет зависеть даже не от разговора с Путиным. Разговор с Путиным и личный визит в Кремль это еще не решающий фактор, что окончательно Китай примет решение поддерживать военно-техническом плане войну в Украине со стороны России. Самый главный разговор состоится между Путиным и Пайтомом. О, господи, между Синь Цзиньпином и Пайтомом, между Китаем и США. А все остальное это дипломатические формальности, уж тем более виртуальный разговор с Еленским. Неужели ута интерпретация китайского мирного плана, согласно которой война должна закончиться летом 2023 года, она может состояться? Единственное, что в этом плане категорически не нравится, точнее в трактовке или интерпретации, что война будет окончена с преимуществом или с превосходством России? По мнению Китая, сценарий должен быть такой, мы готовы отдать вам на растерзание Москву, Путина, если нам от России достанется территория, на которой мы претендуем, и вы не будете вступаться за Тайвань, который мы вернем, скажем так, себе. А если вы на это не согласны, то мы сделаем все, чтобы война не заканчивалась в Европе до тех пор, пока вы не согласитесь. Все вот эти гештальты, они могут быть закрыты в течение этого года? Вполне. Все зависит от событий на фронте. Если украинская армия на голову разобьет российскую, нанесет, скажем так, явные и не знаю, как на русском, нищевные разгромные поражения, российская армия, то от этого будет очень много зависеть. Позиция Соединенных Штатов и западных союзников и самого Китая, который поймет, что там нечего поддерживать. Слабость России такова, что, условно говоря, никакая поддержка с их стороны эту страну, это государство не спасет. В этой связи мы можем с вами совершенно справедливо вспомнить риторику французского президента Эммануэля Макрона на международной конференции в Мюнхене по вопросам безопасности. Он сказал, что Франция выступает категорически за победу Украины, за поражение России, но Россия не должна быть разгромлена и недавно же состоялась его встреча с премьер-министром Великобритании и он там в очередной раз сказал о том, что Россия не должна и не может выиграть эту войну. Скажите, пожалуйста, если говорить о каком-то геополитическом формате или геополитическом конструкции победы Украины и поражения России, то уже мы видим вот эти контуры, которые могут приобрести свой оттенок и свое значение? Ну, слушайте, они не меняют, не так, их суть не меняется уже довольно долго с начала этой войны. К сожалению, европейские лидеры не способны на данный момент принять окончательное решение, что настало время уничтожить Россию. Настало время, чтобы вместо Российской империи возникли нормальные цивилизованные государства. Речь же не идет о том, что мы собираемся стирать с лица земли российские города и расстреливать и убивать российских мирных жителей массово. Речь идет о том, чтобы на этой территории возникла нормальная цивилизация, которая не создает угрозы, не грозит миру ядерным оружием, не нападает на своих соседей, не разрушает чужие города и не убивает чужих граждан. Но, к сожалению, политической воли нет. Исторические уроки Второй мировой войны, когда Европа пыталась примириться, договориться и сохранить отношения с Гитлером, они не усвоены. К сожалению, расплачивается за это пока Украина, но может расплачиваться не только Украина. Рано или поздно, если, не дай бог, Китай вступит в эту войну, не путем шантажа дипломатического, а путем реального участия, и вспыхнет по всей планете, еще будет применено ядерное оружие, это очень дорого будет сохранено. Поэтому, пока еще окончательно эволюция у европейских лидеров, мы помним, как и немецкое руководство, и французское руководство вечно выступало не то, что за победу Украины, а за попытки остановить войну на той территории, которую заняла Россия, снова прийти к очередным соглашениям типа Минских, снова зафиксировать поражение Украины и начать примиряться с Путиным, с попыткой сохранить с ним экономические отношения. Да, с попыткой оставить Россию источником своих энергоресурсов. И изменения, да, поменялось. Сегодня Европа готова к победе Украины. Сегодня Европа поставляет нам оружие, помогает финансово. Сегодня она активно заявляет, что она на нашей стороне, но оставляет небольшие лазейки для того, чтобы, ну, может быть, когда украинская армия проиграет, придется налаживать снова нормальные отношения с Россией, и плюс у них есть боязнь, что при распаде России там начнется хаос. Хаос в стране, в которой находится ядерное оружие, для них представляет... Чехо рук оно окажется, это ядерное оружие. Нам такой мир не нужен, пусть он весь гибнет в ядерном пепле. Уже все это есть. Плюс, что Москва провоцирует Пекин и других мелких диктаторов типа Ирана, Северной Кореи, каких-то африканских диктаторов и так далее, которые чувствуют, что если у России получится, можно играть по другим правилам. Применяя силу, разогревая свои аппетиты захватывать чужие территории, менять правила игры. Ну, вот таким образом. К сожалению, коллективный Запад это понимает по-разному. Лучше понимает Британия, лучше понимает это Вашингтоне, хуже понимают традиционно имеющие экономические отношения с Россией, Францией и Германией. Хотя вот конкретно Германия обещала нам сегодня Леопарды, но поставляет их в очень маленьких количествах и весьма формально. Хотя, если верить тем публикациям, которые очень часто начали появляться в международной прессе, мол, от украинского руководства военного, политического уже требуют конкретных результатов и подталкивают начинать вот это контрнаступление, о котором так много разговаривают. Я уже говорил, для того, чтобы мир принимал эффективные решения, надо, чтобы на поле боя подтверждалось, что Украина способна и будет. Вот смотрите, когда серьезно поменялось отношение к нам западного мира? После летних и весенних наступлений, после победы в Харьковской области, успешных операций в Харьковской области и на Херсонщине. Сейчас снова войне затишье, сейчас снова есть ощущение, что русские напирают и мнение мира снова меняется. Поэтому я сказал, только разгром на поле боя способен поменять позиции как западных союзников, так и того же Китая. Сергей, скажите, пожалуйста, при таком раскладе, который вполне складывается и вероятнее все имеет место быть. А какие варианты остаются у Путина? Ну, мне трудно об этом говорить, потому что вариантов не остается. Единственный вариант сохранить свою жизнь это сегодня отдать власть. Причем в руках тех, кто готов все-таки на вывод войск, на заключение мирных соглашений и постепенного вывода страны и ситуации войны и скажем так, вывода из-под ситуации статуса страны изгоя. Но, опять же, какие варианты? Я не думаю, что он на это способен. Он по-прежнему хочет остаться при власти и одна из ставок сегодня делается в том числе на союзничество Китая. Если Лукашенко недавно ездил в Китай и осуществил также визит Ирана, многие комментаторы, политические обозреватели утверждали, что по всей видимости Лукашенко мог договариваться с его предоставлением каких-то гарантий даже личной безопасности. Я не знаю об этом, но мне больше кажется, что он выступал как дипломат Путина и посланник Путина. Он прекрасно понимает, что если Путин проиграет, то никаких гарантий никто ему не даст. Лукашенко будет следующим или вместе с Путиным. Поэтому он кроме заинтересован сохранить при власти Путина и не допустить проигрыша в этой войне Российской Федерации. Поэтому он и выступал скорее всего посланником и дипломатом от Кремля. Говоря о тех политических процессах, которые происходят в России, очень часто обращают внимание на Евгения Пригожина, на те или иные заявления его о виде обращения. Он говорил о том, что хочет баллотироваться на должность президента Украины. Описывая ситуацию в Бахмуте, он даже призывал Зеленского вывести украинские войска, город окружен, а потом спустя несколько дней утверждал, что если Вагнер покинут этот город, то падет фронт, падет Крем, вооруженные силы Украины смогут осуществить прорыв. Относительно вот этой медиа активности Пригожина, не кажется ли вам, что вот это его якобы противостояние с Министерством нападения Шойгу, оно несколько, скажем так, гиперболизировано? Ну, Пригожин это обычный аферист и, скажем так, знаете, такие личности всегда возникают во время смутных времен, во время войн, которые своей активностью и, скажем так, гипермедийностью такой, пытаются, скажем так, занять свое место в этом историческом процессе. Чаще всего они плохо заканчивают, потому что люди, обладающие большей силой, просто используют их как разменную монету. Пригожин это типичный такой вот момент, он пытается найти свое место, к сожалению, пока мы видим, у него не очень получается, потому что распиаренная эффективность его чувака Вагнер сильно преувеличена. Брать отдельно взятый небольшой городок в течение семи месяцев это отнюдь показатель эффективности. От которого уже остались одни руины. Да, и соответственно, скорее всего, его рейтинг у Путина в Кремле, особенно после ссор с теми, кто сегодня представляет российскую армию, с генштабом, с главнокомандующим российских оккупационных войск, после его конфликта он сильно подорван. Он из последних сил пытается вернуть свое влияние, которое убывает. Ну, довольно известный процесс. мы помним, что все подобные такие полевые командиры, полууголовные бандитские элементы привлеченные. Ну, вспомните, чем закончил Котовский, чем закончил Махно, которого активно использовали большевики в войне против белогвардейцев и Украинской республики. при том, что Махно, конечно, это личность значительно более сложная и значимая и более большая, чем любой Пригожин. Но, так или иначе, криминальные полубандитствующие элементы, которые во время вот таких смут, социальных кризисов всплывают на поверхность, они потом плохо заканчивают, их ликвидируют. Ну, вспомните, где сейчас находится большинство полевых командиров, которые развязали войну на Донбассе в четырнадцатом году? Геви, Моторола. Против Украины. Ликвидированы либо нашими спецслужбами, либо в ходе разборок между собой, борьбой за власть местной, за ресурсы, либо стали неудобными и ФСБ там. Ну, вот, недавно история какого, стримаусов, да? Да. Ну, очевидно же, что его авария это не случайность. Просто стал неудобен. Слишком много говорил, что Россия в Херсоне навсегда. Решили этого спикера убрать. Потому что по всем своим психофизическим как бы данным человек был неуправляемый и весьма опасный, очевидно, даже для Кремля. То есть, вполне вероятно, что наступит тот день, когда Путин прикажет ФСБ избавиться от другого. Героический герой России ЛНР, ДНР, трижды герой погибнут на поле боя. С высокой вероятностью. Хорошо. А вот на ваш взгляд, какую игру сейчас играет Рамзан Кадерин, который сказал, что после завершения своей работы на государственной службе он также будет создавать частные военные компании. Поговаривают, что на вчерашней встрече с Путиным в рамках закрытой ее части как раз шла речь именно об этом. Ну, смотрите, чем отличаются российские власти разных уровней? В том, что, к сожалению, картинка мира, которая складывается у них в голове, в той или иной степени очень неадекватна. Иначе бы войну они против Украины не развязали. И, конечно, самая неадекватная картинка в голове у Путина. Но рано или поздно, когда ты играешь с судьбами мира и с судьбами цивилизации, тебя настигает реальность. она настигает и Путина. То есть он четко сейчас осознает, что что-то пошло не так. Что-то пошло не по плану. Те планы, которые у него были год назад, явно куда-то повернули не в ту сторону. Ему сегодня приходится просто уже выживать. Они являются новым мировым регионом, который вернул Земли и утвердил, скажем, мощь и величие России на земном шаре. Я думаю, что с Кадыровым происходит этот процесс еще в более больших масштабах. Он-то, в отличие от Путина, думаю, более способен встретиться с реальностью. Он с ней встретился. И Кадыров, который заявлял о том, что он там сейчас начнет военную операцию по-настоящему, о том, как они арестуют Зеленского, он давно закончился. Да, куда-то Тик-Токе, 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 Тик-Токе. Думает о своем будущем. А будущее его весьма туманно и весьма небезопасно. Он прекрасно понимает, что он, мы только что вами говорили, что он может быть ликвидирован, как фигура неудобная. И в Чечне его не любят, как предателя чеченского народа. И, скажем так, путинского прихвостня. И сам Кремль может его как неудобную фигуру в какой-то момент ликвидировать. Поэтому он делает все, чтобы максимально укрепить свои позиции. А как можно такой человек, как Кадыров, укреплять свои позиции? Только наращивая вокруг себя какую-то силу. Видя, что даже если простой повар мог вырасти до такого уровня медийной фигуры, создав частную военную компанию, то, извините меня, самого же Кадырова окружает достаточное количество силовиков, бойцов, он надеется превратить в свою компанию, тем самым обезопасив собственную жизнь, который все, чем дальше, чем хуже себя чувствуют на поле боя российские войска, тем больше это угрожает жизни таким персонам, как Кадыров. Появилось сообщение о том, что Путин 18 марта может посетить Крым и примет участие в мероприятиях на годовщину, как утверждают в Кремле, воссоединение республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией. Скажите, пожалуйста, чем он там может заниматься? Он уже по Керченскому мосту ездил, будет осматривать окопы на крымских пляжах. По сути, это также результат того, что произошло в марте 2014 года, к чему пришли в Крыму? Слушайте, ну я точно не могу отвечать за планы Путина, потому как Путин пока не отличался большой решимостью. Максимум, что мы видели, он появился на Крымском мосту, хотя прекрасно понимал, что это опасно и поговорил, что это был не Путин, а его двойник, которого снимали со спины. Все выделили. А так он старается от фронта держаться подальше, а Крым сегодня, извините меня, уже судя по тому, что там роют окопы на пляжах, это они уже ощущают себя прифронтовой зоной. Поэтому мне трудно судить, надо будет смотреть, что же будет сделано. Знаете, российская пропаганда сегодня такая, что ради того, чтобы показать картинку Путин в Крыму, они могут декорацию Крыма построить где-нибудь на Мосфильме. Да, Мосфильм все снимет и покажет. Ну что же, Сергей, огромное вам спасибо за этот разговор. Политехнолог Сергей Гайдай был сегодня зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя и обязательно услышимся и увидимся. Всем всего доброго. До свидания. Всего доброго.